Работы по реконструкции хоккейной коробки «Сокол» остановились. Причина – в претензии газовой службы. Её специалисты утверждают, заливать бетоном основание коробки нельзя, только асфальтовое покрытие. Проект, который предусматривает создание, залитие железобетонной плиты. Основание железобетонной конструкции, бетонное основание плита. Ну и дальше там резиновое покрытие на нём должно быть, которое круглогодичного используется. Значит, сейчас имеется письмо из газовой службы, ну, Саровской газовой компании, о том, что там железобетонное основание ни при каких обстоятельствах применено быть не может. Вы видели это письмо? Ну, видите, вы даже не в курсе, да? В связи с тем, что там проходит газопровод высокого давления. Казалось бы, претензия газовой службы – достаточное основание для переноса сроков реконструкции объекта. Но, по словам представителей заказчика Центра внешкольной работы, проектировщики не подписывают решение с асфальтовым покрытием. Из-за этого вопрос оказался в тупике. Её надо выводить из тупика. Была возможность демонтировать арматуру и успеть закатать асфальт? Уже не успели. Кто должен принять решение? УКС? Кто принять решение? Или кто? Я думаю, что УКС. А УКС думаешь, что? А УКС? Потому что в проектах разница не уделит. Когда удастся утрясти все вопросы с документами, можно будет говорить о переносе финансирования на следующий год. Деньги городские, перенести их можно. То есть там нет финансирования областного или федерального. Конечно, можно. Было бы основание. Письмо газовой службы протестных по поводу железобетонной плиты – вполне подходящее основание для этого. Для внесения изменений в проект, в связи с этим переносы средств на следующий год. Контракт не расторган. Приняты бюджетные обязательства. И мы их просто в январе месяце профинансируем и доведём до учреждений заново. Ситуацию с хоккейной коробкой «Сокол» депутаты продолжат рассматривать на профильных комитетах. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.